Всем привет, дорогие друзья! И перед тем, как мы начнем смотреть с вами последнюю БУ-3 в рамках обновленной аналитики, я напомню вам то, что партнер турнира — это бренд интеллектуальных кроссоверов Havail. И мы сейчас вместе с Митяем и Ластом будем смотреть заключительное и самое важное БУ-3, на самом деле, которому мы шли шесть дней всю неделю. Мы с вами смотрели очень-очень-очень много доты, вплоть даже до ластчанцевых групп и всего остального. И теперь весь этот ад позади, теперь самое интересное, теперь самое сочное, а именно Hellraiser против коллектива Weekend GG, которые будут бороться за последний слот на трансляции. Вот этот парень, который говорит шесть дней, это просто не работает особо. Девять, девять. Ну я это, я просто... Я же говорю, это человек, который отдыхает. А еще этот парень, который думает, что это закончилось, нет, мы очень скоро будем освещать Деван Лигу. Завтра мы продолжаем с командой, которая будет Деван Лигу. Я знаю, я прекрасно знаю, на этом, что мы... Я люблю больше не квалы, да, основные части. Я согласен, что в следующем мы будем смотреть вторую дивизион, но основную часть. Основную часть второго дивизиона, которая будет с теми же командами, абсолютно теми же играми и т.д. и т.п. Да, но это будет четыре дня или больше немножко. Это будет до 7 сентября, просто будет сапаться, сколько ты Девайн, сколько ты Иммортал. И такое лицо сейчас, вы на дверь, до 7 сентября. Нет, подожди, мне кажется, мы потом будем смотреть... И он не верит, он пошел чекать. И Мортал, потом снова Дивайн, потом Мортал, потом снова Дивайн. Ну так почему бы и нет? Нет, все здорово. Если вначале эти квалификации мои аналитики не всегда знали, кто даже там играет и что вообще это за люди. Теперь из нас трейх остался такой только ведущий. Это идеально, потому что мне и не надо. Поэтому теперь мы знаем, какими стратегиями играет второй эшелон. Что он делает для того, чтобы пробиться в первый. Ну и, соответственно, файвменов мы теперь знаем, они уже пробились. Соответственно, осталось либо Хаэра, либо, соответственно, Викинджи-Джи должны пробиться в Иммортал Дивизион. И давайте мы спросим, Ластевича, как тебе катка шаров предыдущая? Ну, как-то медленно. Ну, то есть, блин, стак Леброна, при всем уважении к Леброну, и к этим ребятам, и к Мичу, который со мной играл в Доту еще 10 лет назад. Ну, блин, я думал, что а шары их по-быстренькому разнесут. А там они что-то возятся, там толкаются. Ну, блин. Не уверенно. Похвалил Леброна и Компашку. Не, Леброна, конечно, похвалил. И они молодцы. Но Ашерам надо быстрее. Ашерам надо быстрее. Ашерам нужно меньше возиться. Ну, вообще, на фоне того, как сегодня сыграли Викинги против Имперцев, да, и как Ашеры сыграли против Темпа, вообще, я бы сказал, что теперь для меня Ашеры фавориты финала. Я с тобой даже, возможно, соглашусь. Но на самом деле довольно сложно, потому что мне кажется, что Темпа все-таки послабее, чем Имперцы. Да, вот, фиг его знает. Ну, по первой игре, например, честно, Темпа реально двигается и пытается... По первой Имперцев вспомнили. Ну да, я об этом говорю. Если взять Империю за фактор, короче, там все реально грустно. То есть, с точки зрения именно первой карты, потом они начали апаться. Темпа просто играли две одинаковых игры, и по ним сложно как-то увидеть адаптацию противника к ним, передвижение и все остальное. Не очень понятно, на самом деле, что происходило. Ну и правильно, вот, копошение происходило в определенных больших объемах. Димон сообщает и согласен. С одной стороны, просто единственная проблема Темпа была в том, что они все нажимали в Counter-Spell. Врывается Westfield в себя в U, врывается Juggernaut. Я смотрю, уже антимаг начинает вот эту вот распрыжку свою делать по всем налево и направо. Поэтому я максимально подтапливать будет за Шеров. Ну, я тоже хочу, чтобы у нас еще один на СНГ-коллектив был на Immortal. Я знаю, вот, например, что властей еще вообще пофигу по поводу разницы, ну, то есть, что европейцы, что СНГ. Они же там и там, понимаешь? Если вот одни по поводу Immortal, а вторые в Divine, то они же никуда не денутся от нас. Да, но ты же, наверное, хочешь посмотреть Ашер там, типа, Nigma, OG, Secret, VP, Na'Vi, FTM, а не Viking против Na'Vi, VP, FTM. Я бы хотел посмотреть, чтобы было равное количество и там, и там, чтобы был баланс наших ребят и в одном и другом дивизионе. Тогда нужно было, чтобы не Five Man, а кто-то из наших ребят вышел, и здесь кто-то из наших ребят вышел, и еще кто-то из наших ребят вышел, непонятно откуда и как. Чтобы был баланс, потому что в Divine дивизионе у нас миллион команд из СНГ. Ну, это круто, слушай. Отличный дивизион получается. Так и есть. Ну, там будет СНГ против СНГ, а в верхнем у нас будет Европа против Европы, скорее всего. Ну, не считай трех команд, которые уже... Ну, нет, к счастью, у нас есть Леброн и Волан-де-Морт и еще пара команд, которые все-таки попали в Divine, не из СНГ. Плюс две команды, вот, которые Extreme и вторые, как их там называют, не Вилл Корпорейшн, а вторые. Матачи. Матачи. Матачи, да, вот, например, тоже будут выступать в Divine. Не, Матачи и Вилл Корпорейшн вылетели две команды. А кто-то третий? И забыл название. Extreme и еще одна сверху была... Экстремов я вспомнил, спасибо. Five Comrades там будет. Да, 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 да. Он же выступал у них вроде бы. С консолом стенды на один день. Ну, да. И он затащил. Он так завалил просто центр. Он просто пришел, нагнул мидер противника и все деньги из него забрал, которые там на линии были. Просто вышел у него типа 10 тысяч противника, 2. Это тотальный разнос был. Так, у нас уже по банам Висп Рубик против Дума и Магнуса. Окей. Ну, готовились, смотрели. То есть в этом плане, опять же, Викингам чуть попроще, потому что они сырали первую серию и потом вот на двоечку поглядели, как это все выглядело, особенно первая игра Тайдхантер, Магнус, Имберспирит. Мы такого, наверное, еще не видели драздрафт-скор персонажей первой, второй, третьей позиции. И, опять же, напрашивается Магнус в бан. И я надеюсь, что это будет, как бы сказать, свет всей серии. Магнус, Дума и Висп. Три героя, которые точно не выходят из бана. Да, это точно. Ну, а соответственно, Викинги просто показали два раза Виспа Геррокоптера. Больше такого не произойдет сегодня. А Ширы против такого играть не любят. Да и вообще, в принципе, Санг-команда не особо любит с Виспом играть, а против него тем более. Но замечу, что с Виспом Викинги, вот мы не смотрелись как команда, которая прям вот взяла вот имба Виспа и прямо ходит и разрывает. Первую с трудом, третью с большим трудом, вторая целевная, то есть у них там... Ну, первую они в Виспе не брали. Вторая, третья у нас были в Виспе. Да, наверное, ты прав. Первая против Войда, вторая против Войда у меня по этому заклинило, что они каждый раз закрывали Войдом. И было видно, что у Викингов определенные проблемы с Веселисвойдем. То есть вот их ребята на сэвии, которые, наверное, заходят в игру, чтобы сэвить своих ребят на Винджи Full Spirit, они почему-то все делают ультрамедленно. То есть, например, бьют Гирокоптера в ханасфере и очевидно, что нужно свапать моментально, чтобы Гирокоптер с фулл ХП был свапан, чтобы он сразу начал бить, чтобы он не терял демо, чтобы он не получал лишний урон и в итоге Венга, например, которая была у Викингов, она сегодня весь день свапала с каким-то диким замедлением, что Гирокоптера свапнули, но он уже лоу ХП и уже почти погиб. И при этом все это время, пока он стоял в куполе, он не бил, поэтому, скорее всего, Войт, ну, было бы здорово забирать Веселес Войда Ашером, потому что конкретно против этого персонала уже у Викингов большие проблемы, они слабы. Есть такое подозрение, что они, допустим, тренили сколько-то раз и все разы Гирокоптера собирал Сатаник. И поэтому Венга свапал, а Гирокоптера нажил Сатаник, впитав кучу урона и был на фулл ХП. А здесь она свапает на 100 ХП, а у него нет Сатаника, он умирает. Там довольно странный билд, да, был произведен. Максимально странный, но опять же, в итоге они все равно здесь, все равно прошли, но вот, чего я точно не хотел бы видеть в этой серии, так это ничего. А, она здесь. Ну-ка, поясни. Ну, типа... Это же сын Пупея. Нет, все здорово, все замечательно, пусть... Как замечал Несс. Хорошо, я не против. Это последнее, что он замечал. Я бы тогда, ты знаешь, вырезал бы на какой-нибудь бересте и в камин. Чтобы никто этого больше никогда не слышал. Окей. Ну, вот, а так... Ну, ты видишь Клакверка. Какой твой ответный ход? Берешь героя, который вообще ничего против него не делает, никак не помогает, просто который вот потенциально укрепляет линию в дальнейшем. Против кого укрепляет, зачем укрепляет, неужели нет? Джеки Рос сегодня был. Ты видел, сколько импакта он делал? Он перед драком первая. А не первая, первая карта Ашеров против Темпа. Вырывается снизу, по-моему, вообще не боюсь, кто вырывается. Допустим, Эмбер Спирит плюс Джеки Рос на, допустим, ну, на кого-нибудь. Тут же влетает какой-то Фурион, влетает какой-нибудь парень на спектре. То есть, чилибаннистеры, ничего не потратив, отдав от Джеки Рос, выменили кучу всего ультимейтов, вообще забрали Даршана и закончили игру. Потому что у них герои хорошие, полезные, которые могут что-то сделать. Вот пришла Винча на ганг. Например, на Фуриона. Ручки вверх улетела, если очень надо, или просто ее убил. Врывается там какой-нибудь флаг вверх, она даже с проник сделать нормально не может без 4200. То есть, получается, что герои, он как бы вот есть на секьюрой линии, но если ты хочешь брать спектру, возьми Варлок сразу, возьми Джеки Роса сразу, возьми какую-нибудь хорошую линию. Ну, слушай, Нича точно хорошая линия. Да, Нича, она одна из тех, кто может запротектить почти против любого лайнапа. Возьми зомби. Если повезет с скрипчиками, то нормально будет. Другое дело, что если не повезет с скрипчиками, и, возможно, вот с такой мыслью Ашера взяли Фуриона, потому что он реально может просто по кулдауну отправлять два пенька, то есть на один и второй кемп, и, соответственно, кемпы будут блокироваться. И Нича будет уходить на дальний кемп за крипом, на время спектра будет страдать и т.д. и т.п. То есть, мне пока нравится. Единственное, что Ашера часто использует все-таки Фуриона в центр, например. Ну, по ситуации, просто, например, сейчас был Фурион в флейне, ну, как бы он флексит. Учитывая, что в игре спектра, как главного Кора, потому что у него против спектра есть определенные трудности, а вот как Фурион, который бафает, собирает барабанчики, Кирасу, Мекку, он довольно-таки неплохо смотрится вот по игре. Все так, и могу вас, говорится, всех поздравить с тем, что у нас сегодня весь день без Веномансера. Да, кстати, я вот забыл добавить, что наконец-то они поняли. У нас был, кстати, бан Веномансер, я помню, один раз был. Я говорю о том, что наконец-то его перестали забирать в первой стадии, потому что, ну, он, во-первых, надоел, во-вторых, он реально иногда не нужен просто в первой стадии, он нужен там, не знаю, во второй стадии, может быть, в третьей, но точно не в первой. Типа, да, то есть вот сейчас, допустим, видишь спектру с Венчой, сидишь и думаешь, ну, в целом, возможно, там вот так-то неплохо. Добираешь, и здорово. Никуда не спектру уже не делал, никуда это Венча уже не пойдет. А так вот могут быть вниз флагверка, веник еще. Ребята получили, была стилера плюс один, и как бы клац-клац, плюс 20, сколько там, плюс 20 за соло, плюс 20 за соло, плюс 20 за пати. Так что сидим и ждем, смотрим. Вопрос, как будут укрепляться, потому что, опять же, Шеры показывали нам этого Фуриона еще чуть ли не на перематч лиге сто лет назад, уже с ним играли активно, мы тогда смотрели Виртуз Прой, его брали, и только Шеры, то есть две команды. С тех пор другие команды подтянулись, но вот эти ребята не хуже ВП, то есть понимают, что шестой левел, Фурион нажал ультимейт, мы нападаем. Клок активный, сейчас, я думаю, еще пара активных героев появится, которые смогут именно вот под тайминг ворваться, дать вижен, атаковать. Вопрос, правда, кто появится? Может быть, даже время Рики? А, Диман? Не, время... Спрутой тучкой. Время вышек ломателей. Спрутой тучкой. Нам нужно ломать вышки. Просто пойди сломай вышку. Ну, хорошо, давай. Пугневич, Лиша, кого ты предлагаешь? Кто ломает вышку? Ребят, сверху... Ну, есть один герой, который нехорошо ломает вышки, но он уже очень хорош, это будет. Он просто хорош тем, что его нечем остановить, он по кулдалу нажимает таймволк, 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 и пока два героя снизу ему ничего не делают. Как тебе ПЛ? ПЛ. Ему тоже никто ничего не делает. Я слышал, вообще отличный герой. То есть реально очень много героев, которые хороши, и сейчас у викингов вообще нет ни одного героя, который бы контестил ПЛа. Неплохой герой в любом случае. Да. Ну, это просто танк. Это просто танк, который прыгает вперед и умирает. Ну, с одной стороны, с другой стороны, вот он очень сильно мешает тому же Фариону. по игре просто глобально. Да, поэтому Фарион хочет все еще... Он уже не хочет быть первой и второй позиции, он хочет быть третьим. Он прям желает, жаждет. И вообще на саппорта поставить вот пятерочку. Ну, или так, да. Тогда ему будет два раза совсем убивать. То есть на третьей позиции у тебя есть деньги, чтобы дать сдачу, а на саппорт позиции ты реально будешь как булка. То есть парень, красный свет, побежали. Ready, steady, go. Так, и вот, судя по тимберу, немножечко у нас не вяжется пока Фарион. А он пока просто есть. Он всегда может быть пятеркой, в любой момент. Хочешь ли ты его делать пятеркой? Ну, пока хочу, да. Я очень хочу его делать пятеркой. Окей. Пока я не хочу его делать кором, которого душат спектра со спиртбрекером. То есть у тебя кор, в него полетает спиртбрекер, заезжает спектра и его просто вырубают. А вот, и вы радовались. Но это уже лучше. Это под конец второй стадии. Это под конец второй стадии. Вопрос, я говорю, не веники вообще глобально, а веники на первой стадии. И вот, когда его банят на первой стадии или когда его забирают в первой стадии, я реально негодую. А сейчас замечательно подходит. Все, ты видишь героев. Количество станов сверху ограничено, количество, то есть, какого-то хорошего захила. Тот же, допустим, там, Фурион или Кок. Ну, они очень будут рады, потому что у них бурст урона нет. То есть зайти, прямо вот, вырезать веник. Он, скорее всего, нажмет ультимейт, может, Гиелем где-то какой-то поставит определенный там звень, который тебе все под руине, там, разъявил смок, попал в какого-нибудь Фуриона, ему уже некомфортно. Ощущается какой-то прыгун для Ашеров на последний пик, на миддл для Ксани. Я все еще думаю, что Фурион будет все же. Ну, я бы за Квинув Пайн. Мне Фурион против этого лайнапа не очень нравится. Мне тоже не нравится, я просто думаю, что они его так возьмут. А вот если брать, ну, как бы, вообще их раздрафт, ну, ты же не очень хочешь брать, там, ласт пик для пятерки. Правильно? Резонно, но иногда бывает ситуация, когда тебе там отдали себе героев. Иногда бывает, да, просто тут пока я не вижу ни одной пятерки, которая бы выигрывала игру, но я вижу, допустим, миддеров сочных, таких крепких, которые реально будут летать и разваливать. Ну, я подумал, у них предпоследний пик. Смотри, Квинув Пайн, Штон Спирит, любой герой, то есть один спиртбрекер... Миддерочек, вот спирит. Один спиртбрекер не справится со всеми. Мне тогда из-за того, что пришел Шторм прямо очень нравится, потому что, опять же, количество снизу реально сильно ограничено, то есть у тебя Инчал Спиктера-Венник вообще не об этом герое. То есть тебе нужен любой фоллоу под Клокверка. Фоллоу прыгает, и пока у Марфа нет Этериала, нужно кому-то вместе с Клокверком врываться и убивать, поэтому какой-то вот спирит, что он спирит, все эти спириты, они просто фолловят за Клокверком и разваливают. Ну, поправь меня, они не Бэйн или забанили? Бэйн и забанили, да. Но они, видимо, думают, что Форелом будет в Миде. Может быть и так, но все же хочется в Миде видеть какого-то другого героя. Просто это довольно интересная ситуация, типа, когда вот сидишь и такой драфт, сидишь и думаешь, что все ок. Бэйн, 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 шестой. Такие вспомнили точно, у них же сигнатурка Бэйн. Сейчас самое время пришло. И Дизраптор. И Дизраптор. Дизраптор Микпошка, да. Окей. Но Шторма они сами убрали. Ну, образом показывая нам, что они не хотят ни Кунку, ни Шторма. Вообще, если прям нужна пятерка, которая что-то будет делать, но в целом не очень полезная, то это либо Зомби здесь нормально зайдет, либо Нюкс. На пятерочку, которая будет просто вот с Левелом бегать, ничего не делать, но в одной из драк, потому что Дизрапор опять же мало, подбегай из свитерей и дает тычку. Все. И тут же вытирание идет. Потому что брейк-механик, она никуда не денет. Пикую Нюкса для брейк-тычки. Вот она пятерочка. Ну, видишь, все-таки хотя бы хотя бы угадали с тем, что все равно лоза, лоза. Ну, ультимейт неплохой, я тоже слышал. Да, хил шикарный, эффективный. Типа, у тебя тимбер просто будет чилить. И на любого, на кого спиртбрекер залетает сразу Левен Армор, и все. Ну, как все, конечно, в смысле помощь. Ну да, видишь, Торма, Кунку убрали, то есть нужен герой в центр, который все это убивает. Причем, опять же, какой-то эмбер спирит вроде смотрится неплохо, но там Морф. Не-не, ты уже не хочешь добрать его. И поэтому у тебя, опять же, из-за того, что вот есть Морф, который кем-то станет из вас, возможно, как раз-таки часть мидеров пропадает просто из пула. Причем, опять же, против Фуриона, то есть надо выиграть Линю, обязательно задушить его. Нужен летчик, летчики-дамагеры, летчики-дамагеры-студию. Какой-то герой с магическим уроном, чтобы Тиммера пробивать. И при этом всем, чтобы он еще Трентан не боялся. Со станом, да. А Верка, может? Ну, Морф все-таки, да. Решили реально рискнуть. Ребята, я сразу на шерф, потому что, ну, слишком, скажем так, просто. То есть Тиммера выбрать особо нечем. Морф этого Эмбера вообще не ощущается. Спектрой вполне себе воюет. Причем, замес сверху. Морф будет благодарен, если Эмбер к ним подойдет, чтобы он смог сделать с него, ну, смог заморфиться, поэтому. Но Морф кайфует. Его реально это очень трудно стопать. То есть они на скиланочек, конечно, может быть, и молодцы, но по драфту я приведу на шерф. Окей. Холодимся, холодимся. Холодимся, хорошо. Димон, уже финал, девятый день. Да, куда холодимся. Я бы еще хожу, ты в третий селе. Это ты любишь баинти оставаться без штанов, а я как бы жду. Димон, тебя смотри, вот сейчас типа вот этот малый блайн, большой блайн, у тебя уже 10 раз прошел, у тебя просто банк осталась на один раз. Нет, пока только... Ты даже не вступал еще в игру, у тебя уже все кончилось. Пока я даже блайнт не ставил, то есть ко мне еще не подошло. Он просто не садился за стол, короче, он только на диване. Сидел, считал карты. А вот колоду поменяли. С какими картами заходит у нас париматч. 2.25 против 1.6. Соответственно, фаворитом здесь является Викинг Джи. Мы это все прекрасно с вами понимаем, но я напомню то, что другие интересные линии и коэффициенты вы можете найти. У нас по трансляции имеется баннерочек, там вы можете получить бонус от нашего друга париматча. А мы отправляемся, соответственно, к комментовачам. Я уверен, эта катка будет минимум 45 минут. Может быть, тратить. Тиммер. Не быстро. Может задушить. Ну, мы, видимо, с вами на 45 минут или больше даже. 45 минут плюс комментатора. Но мы только рады. Хорошие игры. Почему нет? Тем более, все. Финал квалификации. Последняя серия. Я, в общем-то, до сих пор убежден, что викинги должны выходить в Immortal. Но сегодня они нас уже, ну, скажем так, почти катали нервишки нам и своим болельщикам тем, что чуть не залили империей. Вот чуть-чуть бы еще. Действительно так. То есть здесь может сложиться ситуация, то, что викинги-то не пройдут этот финал и как-то в шаге от уже выхода остановиться было бы как минимум обидно. Супер обидно. А действительно все так и может быть, потому что игру они показывают ну, не сверхуверенную. С империей было на грани, а Шер, на мой взгляд, смотрится поинтереснее все-таки. Ну и здесь, конечно, и Ашера очень сильно, я думаю, настроена на то, чтобы выходить в Immortal. Все-таки разница большая. Да, с одной стороны, выход в Immortal тебе, по сути, ничего не дает еще с точки зрения каких-то призов. Но, выходя в Immortal, ты будешь иметь опыт игры с сильнейшими командами. Можешь зацепиться за гораздо большие призовые, что, безусловно, тоже важно. Не говоря уже о том, что, ну, просто престиж, да? Играть там... Наравне с Сикретами, Нигмой, да, они вот, наверное, наравне там с командой Дэнди, что-то в этом роде. То есть разница есть. Разница есть. И действительно так. Но викинги, они как-то по ходу этих лик потихонечку сдуваются, сдуваются, сдуваются. Как-то это заметно. Огапит, который они вылетели, по сути, там, в начале Плэй-Офф Стадии. Там у них была замена. Потом они... Последнюю игру они играли... Но все равно они там... Они боролись наравне с Флэй-Ту-Мунами. Это, то есть, уже не тот уровень, который они показывали где-то там на одном из ESL-ов, который был в самом начале пандемии. Ну, наверное, да. Наверное, да. Вот. И здесь видим то, что уже Империя создала для них трудности. Посмотрим, как со Шерами будет, потому что пока Шеры довольно крепко начали. У них серия была, не сказать, что суперсложная. Темпы тоже не самый сложный для них противник, который мог бы попасться в Плэй-Офф Стадии. А вот Викинги тут... Ну, на мой взгляд, вообще, если бы закрыть глаза на все, что происходило сегодня, я бы сказала, Викинги 2-0. Но, учитывая первую серию, которая сегодня была, уже уверенности такой-то и нет. Да, и Темпа. Я бы сказал, Темпа вообще слабейшая команда по... Ну, как мне кажется, из всех команд плэй-офф, которые вышли, квалификации. Но с ней Ашером тоже пришлось повозиться, и вторая игра была такая, ну... На тоненькую, да. Неоднозначная, скажем так. Очень интересные драфты у Викингов. Спирит Брейкер залетает. Их любимый веник просто, от которого они просто не отлипают. И Спектра, который вот в последнее время... Мне кажется, Виндрейт у нее более чем плюсовой. Она явно побеждает большую часть каток. Но против нее Морф, который тоже стабильный лейт, как правило, показывает. А вот Тимбер, на которого посмотреть мне в последнее время толком не приходилось. Но вот он есть, и он Корр. И вот если у нее получится он потом очень много движения создает на мидгейм-стадии. Честно сказать, какая-то интересная такая синергия у героев. То есть у них есть Тимбер, который режет лес, а от этого наносит урон, и лес ему помогает передвигаться. Есть Тренд Протектор, который наоборот передвигается исключительно по лесам. И при этом еще и Профит, который этот лес сажает. И все это одновременно в куче. Не знаю, будет ли это как-то синергировать между собой. Конечно, о таком, как правило, все-таки не задумываются. Но может получиться неплохо. Допустим, Тренд закрывает Тимберсо, и он спиливает все деревья и распиливает при этом всю команду оппонента. Будет интересно. Ну, конечно, Спектра очень популярный нынче персонаж, как и Морф, но Спектра, наверное, почаще появлялась у нас. Да, потому что более универсальный. В Лейте ее закрыть сложно. Здесь конкретно в Лейте нет героев, которые ее прям совсем перекрывают, отключают ей пассивку. Ну, то есть Никса нет, которого вспоминал Митяй. Вайпера самое главное нет. Тут самый такой... Лайфстиллер нет. Вероятнее всего этим может и Фурион заняться. Например, он какой-нибудь Сильвер собирает, но сейчас уже не очень на ранджевиках любят. Вот, да. Вот именно из-за того, что на ранджевиках он не так хорош, ни Морфу не хочет, ни Профиту не хочется. Остальным героям тем более. И Спектра в Лейте... Да и опять же, это не сказать, что прям ультимативно. Это не панацея, да. Это очень маленький по длительности эффект брейка, поэтому он мало что дает. За это время все равно такой жир, который есть у Спектры, как правило, ты его не пробьешь. Но здесь все равно Фурион, который будет ДПС именно физикой. По нему, я думаю, ориентироваться здесь можно будет. И если получится держать как-то его на дистанции от этой Спектры, то он может ей лицо и сломать. Минус арморчик, там какой-нибудь, я не знаю, юльнир. Посмотрим, будет ли это у нас с Амидасом Фурион, в конце концов, или нет. Потому что в последнее время формирующие Фурионы взлетают все чаще и чаще, и такой вот момент может возникнуть. То есть они тоже хорошо сноуболят и довольно быстро могут заканчивать катки, если все хорошо пойдет. А вот Никс уже немного по лицу получил, но он в целом перекачан в ловкость, поэтому сейчас отъезд со Стангуса довольно легко. Урон с башей дикий у Спиритбрекера. Да, 17% наш любимый прокует чаще, чем хотелось бы для Марфа. Ну да, за 4 удара там он 2 раза забашил один раз Марфа, один раз Тринта и по ХП очень хорошо разменивается опять же. Но мы видим, что на центральной линии профит идет 12-10. Правда, тяжело понять, что из этих 10 крипы, которых он реально заданил, а что его пеньки, которых он просто добил и в стату, они особо не интересны. И в то же время непонятно, что у Бума по крипам, потому что у него тоже 10, но что из них крипы, что из них Тринты, загадка. Увидим потом по деньгам, конечно же, разница, в чем будет конкретно. Пока все 6 позиций, которые должны фармить, все не формят, и Ксаня чуть-чуть вырвался вперед, но вот 15 крипов у него чистых точно есть. Ему добивать больше и нечего. В лес пока никто не отходит, крипов побить можно спокойно. Друг другу они, конечно, мешают, но только ХП-шку немного убивают, пока без шансов на убийство. А Селери тут уже пытается Чуваша немного напрягать, и Чуваш может и погибнуть иной раз. Импету залетает сочненько, и Селери может еще один кинуть, попытаться. Даже, кстати, кинет, скорее всего, сколько там у него есть откат. Не успел буквально одну тычку дать, потратил фласку, Селери его прогнал с линии, так что здесь такой мини-победа для Энчантрас. Хотя самое главное для Клокверка, наверное, чтобы там стоял Тимбер, фармил, чтобы Тимбер был сильным, жирным. У него 19-2 крипстат, у Тимбера пока что все в порядке. Тимбер может и один хорошо постоять, эти два персонажа пока еще ему ничего не сделают толком, и он может впитывать сколько угодно с реакцией фармера, он постоит за глаза и в одиночку. Бум тут довольно уже неплохо проседает от Ксани. Ксани тот самый типичный фурион с Блайстоуном, поэтому демажа с руки у него уже достаточно много. И мучить он начинает сильно. Вот хотелось бы посмотреть, что по рунке будет на четвертой минуте. Как-то саппорты не активно стягивают все это дело под контролем. Ну и Нча уже рядом. Нча уже рядом. Казалось, что туда шел еще и проверил. Ой, Деная красиво играет Никса, Деная от Веномансера не отдает ферстблат, это довольно-таки важно. Сейчас могут попробовать забрать Тоби, батарейки прокают, но нет, все-таки Тоби также отступает и Энчантрас телепортируется. В итоге Аруну Эмберспирит забрал снизу как-нибудь. Там, по-моему, даже не пытался Фурион ничего с ней сделать и со стороны Сил Света никто не пытался подконтролиться. То есть, как показалось сначала, что Чуваш внизу собирался вот именно на споте Руны постоять, но он отправился драться и Тоби забрать не получилось. А Тоби в ответочку уже по Никсу выдают, разгон есть. Никс, ясное дело, сейчас начнут перекачиваться, перекачки уже по скорости хватит. Для того, чтобы выживать, нету мана новой формы. Это самое опасное. Но под Тавр дали отступить, а дальше уже преследование Минус Мипошка будет. Да, Первой Крови будет на Мипошке и Селлари зарабатывает себе деньги с Первой Крови. Ну, это очень хорошая перетяжка для Викингов. Они увидели, что Клокверк оказался снизу, не думая ни секунды. НЧА также телепортируется вниз для того, чтобы 3 на 3 все это стояло. Ну, и получается, с одной стороны, что сильный Тимбер, который фармит, ну и Спектр, как мы видим, тоже фармит, усиливается. В то время как Морф получает очень мало экспы, Морфа гоняют, Морфу больно. Более того, Спектр отлично отыгрывает. Она видит сейчас Ксани на центральной линии, и она сейчас должна еще успеть пойти забрать вражескую баунтируну. Тут 4 бунтоза, кажется, у нас забирают викинги, хотя вроде как уже успевает отнять. Что-то, да, там как-то Спектра не добежала до этой баунтируны. Сейчас она пожадничала, она Крепов хотела вывести и потом дальше зайти за рункой, но вот не успела. Ну, странно сыграл Шетт, он должен, ну, возможно, Крепы для него имеют большее значение здесь, потому что он точно видел профита на центр. 50 рублей, да, можно и пожертвовать, если там уведешь целую пачку. А тут у нас коэффициенты стали более равными. Ну, это у нас на МАК и Иннер первый раз мы их видим. 1.82 на Ашера и 1.92 на Викинг Джи-Джи, говорит, при матч. Ну, пока да, пока более-менее ровненькая игра, такая спокойная просто, слишком спокойная, чтобы сделать выводы. Ксани у нас перетягивается, чтобы Тоби как-то забрать, но это было довольно странно. То есть никто тут никакого контроля не пытался выдать, сам он с пруты уже, я так понимаю, не думал давать сам. Это паника, помочь Марфу, любой ценой. В итоге уже четвертый герой перетягивается вниз, освобождает мид для Эмберспирита, который как раз под катапульту сейчас побьет немного вышку. И ничего хорошего, конечно, в такой перетяжке нет, абсолютно. А руну боевую, я так понимаю, за Дена или Тринты профита, это небольшой плюс. Он вышел в плюс с МИДа, там 500 золота разницы было изначально между ним и Эмберспиритом, поэтому Эмбер сейчас вот там будет догоняться, пока Фурион занят своими царскими делами. Никса подбивает, его мучают все это время. Видим то, что на его Нетверсе это сказывается не лучшим образом, 2000 всего лишь, но зато его тройка хорошо себя чувствует. Там у Симбера уже почти 3000 Нетверса. И вот он может выйти как раз-таки и рассказать противникам. Ну вообще, они обычно играют как раз-таки на Никса, и вот это вот немного тревожно, что здесь настолько сложная ситуация. Мипошка одновременно атака идет и на Тоби, и на Мипошку. В итоге Тоби выталкивают Никс. Никсу не хватает урона, хотя возможно сейчас Силлери добьют, да, добивают Силлери, параллельно погибает Мипошка. Гелем намазали Чучу, тоже вряд ли уйдет. Никс может быть подденает. Чуваш, что-то будет умирать 100%, слишком много ядов было. И разгон есть по морфлингу. Морфлинг тут не сможет уйти на вейформе, перекачаться, перекачивается, но ему нужен реген, скорее всего привезет сам тренд с собой, это все. Очень много грязи делает вот этот Турса, который там стоит, и он уже сколько раз поклэпал и столько урона выдает, что он вам не горюй. Тоби почти забрал, господи. Ну вот действительно, там сам Ксаня уже не побежал дальше, думал, что тычки хватит, а там стики оказались. Какой-то очень плохой ультимейт у профита получился. Такое ощущение, что он первой целью задел веника, потом полетел по всей карте, и уже по спиритбрекеру он залетел такой мощный, но веника как раз-таки добить не смог. В итоге Морф опять не фармил очень долгое время, 2-300 на Турса у него, но мы видим, что у Спектра немногим лучшая ситуация, и тоже против Тимбера было тяжеловато. То есть, в общем-то, план сделать большого Тимбера и профита, он вроде как удался, а для Марфа выиграют сейчас время эти герои. Они могут спокойно 4-5 поиграть без Марфа, учитывая то, что вот сейчас довольно много денег у Фанника есть, и Фанник может это вывести на себе. Ну и Фурион тоже, мы видим, то, что много дэмажа стычки наносит, и действительно можно просто дать спейс какой-то Марфу, пускай покупает себе маску, пускай фармит лес, этого будет более чем достаточно. Но вот видим то, что и викинги хотят тоже какой-то навязывать файт бесконечный, и есть разбег от Арамиса, правда, это было сейчас немного проблемно, Арамис сейчас сам подставился под батарейки и избивает его Фанник. Но уйти он не успеет, скорее всего, далеко. Да, его тут Фанник просто перегрызет. Хотя последней стычки не хватило, опять такая проблема, еще и стики прожал, так что Арамис точно будет уходить вот уже который раз. Но он прилетел, впитал весь урон, телепотнулся на фонтан, после чего сейчас опять включит разгон и полетит на мид. Нормально сыграл спиритбрекер по итогам. Много внимания на себя стянул, да. Подходит Селери, Клокверк третьего уровня, Клокверку тяжело быть полезным, Тимбер ковыряет вышку, ему не страшно. Но мана у него нет, вот в чем проблема. Да, деревья спилил, спилил, все красиво. 20 секунд до Аркан, возможно доживет, пока видим то, что его и фокусить-то не пытаются, хотят более тонкую цель, Ксани выбрать, Ксани подбивают, Ксани догнали, привязали и теперь отпускать уже точно не должны. Там еще и штормовая гарпия поддушивает, поэтому заканчивается все фрагом и размен на спиритбрекера, который там успел погибнуть от фаника где-то в спине, но этот размен полностью устраивает викингов. Да, конечно, профит и убитие, это очень круто. Вопрос, что отдадут за это? Может быть, Энчандрос отдадут? Жесть. Чувак тоже сейчас какие-то батарейки прижимает, уже вроде как должны были откатиться, да, вот буквально секунда и сейчас Солари уже никуда не уйдет. Муз-пит огромный, мы видим это сейчас здесь вот именно так. И был бы еще хотя бы на единичку вкачанной Нейчера Тенденс, она бы тут еще колесила с полным ХП. Ну и так получилось. Да, муз-пит просто жесть, она улетела от этого клокверка, в итоге выиграл кучу времени, параллельно с этим Ксани после выхода из таверны телепортируется на топ, ну хватит терять время. Ну а снизу вышку забрать будет очень тяжело, мы видели это много раз на протяжении этого турнира, когда вот там просто поселился Тренд, он кастует Ливенгармана на вышку, живет при этом в лесах, его оттуда вытащить нереально. Так сравнивают у нас двух мидеров, тут в целом пока разница не особо ощутимая, разве что урона больше Ксани нанес. Но Чуваш нашелся на Бунтосе и скорее всего поплатит за попытку его украсть, причем неудачную попытку, потому что Рамис все равно забрал эту рунку, вторую рунку получилось все-таки увезти, но он будет умирать. Ну лоу-левел, в принципе, небогатый, так что много за себя не отдаст, но лишние 200 золота Бум будет рад. Он тут Юль пока пытается себе вынести. На самом деле интересно то, что АФК Фарм Спектра она как-то деньги толком не вывозит, вот у нее Неперс все ниже и ниже и ниже относительно всех остальных, и Морфлинг он довольно хорошо себя чувствует по меркам того, какое у него тяжелое начало было, но мы Спектру почти не видели, или может ее там тоже Фаник настолько сильно мучил, что шансов побить крипов и не было особо. Ну да, мы видели зато потом, что Спектра что-то тоже дралась, тратила время, этот герой не очень быстро фармит лес, ему нужна какая-то линия комфортная, такой линии на данный момент нет, и естественно Спектра проседает, в то время как Морф вырывается вперед. Тимбер долгое время еще будет достаточно силен, чтобы с ним ну особо ничего нельзя было сделать, нет никакого берста. Вот он не скажет, что фокусит много целей, а его постоянно игнорируют, и вот он там стоит и стоит и стоит в своем файте, и Безмана как правило долгое время стоял вот в последние минут 5 на миде, и из-за этого не сказать, что он сам мог какой-то урон нанести при желании, так что вот он много времени потратил, сейчас посмотрим в целом ли получится ли забрать, по идее должен, да, это хороший фраг для него соло. Так, снизу там пытаются вытащить Тринтай, но это очень тяжело, это вот, вот примерно вот так это и происходит, он там живет, Тоби еще получает ультимейт от Нейчерс Профита вынужден отступать, она чуть не погибает здесь, остается Арамис, который все еще пытается заковырять этого несчастного Санни должен присоединиться сейчас, чтобы подбить его, он там бежит окульными пустями, хотя смотрю, он крипов бьет, он вообще набил Арамис и продал своего саппорта, хотя... А почему не поковырять Спирит Брекера, там пару ударов и Спирит Брекер бы тоже отъехал, но решил, что Тринт здесь не особо нужен, отдают Тринта, на центральной линии Фанник продолжает кастовать, но вот проблема Фанника очень большая, ничего с ним нереально сделать, и да, может быть он не самый там опасный убийца, но он все равно свой дэмэдж выдает, а его забрать как-то вообще нереально, ну давайте смотреть сейчас, попробуют. На самом деле с Инчуи и импетусами вполне реально, но там довольно низкий левел этих импетусов, поэтому откатываются они достаточно долго, но есть контроллер, Арамис пытается поддержать еще Бабашик какой-нибудь, но он улетает еще дальше, Фанник, и теперь еще есть подкрепление, приходит сюда, вернувшийся импошкам с базом, и теперь убить его невозможно, а Спектра каким-то образом погибла, от кого? От Мотлига? От Морфа вместе с Клокверком. Интересно, и там Мидас причем она только купила, и Морф вот еще после этого показал то, что он все равно главный. Думаю, что за счет Ультимата Клокверка разобрались, но Морф реально сильнее, он как герой на данном этапе сильнее, Спектра сейчас попытается Чу забрать, получится. Да, Ашета оформляет фраг, видит также Морфа, но с Морфом особо ничего не сделает. В общем-то, пока проблема Тимбера никак не решается, но вот если как-то смогут его, может быть через Ультимэ? Да, нужно Инча, который будет бить, но видим то, что под тавером крипов маловато, и поэтому это не так просто сделать, а сейчас у нас интересный коэффициент, кстати, 2.13 на Ашера, 1.66 на Викингов, хотя я бы не сказала, что здесь что-то Ашера так проигрывает. Ну, пари-мач что-то знают, видимо, потому что обычно они не ошибаются. Видимо, сила спектра... Вообще, я опять же не особо вижу, как быстро решать проблему с Тимберсо до сих пор, и вижу, что... Так драка, который не вывозит пока что. Не вывозит. Морф взял темп получше, посильнее, он будет поопаснее. С другой стороны, вот одна хорошая драка, там появление какого-нибудь Весцела, и один раз этого Тимбера забрать, как правило, бывает достаточно, чтобы сбить ему темп. Весцел, Машером не помешал, и хотелось бы на ком-то его видеть, но здесь пока совершенно другие проблемы решаются. Там куда-то Арамис у нас побежал. Я так понимаю, на профит, а он один будет. Так просто, видимо, погонять его. Ну да, просто выигрывает время, просто постоянно куда-то бежит в кого-то. Опять спектру пытаются контролить, сейчас отрезали ее еще от команды, тут, в принципе, и команды-то нету, одна инча только, и шат будет умирать. Тычечка буквально нужна от Никсана, тут батарейки хорошо работают, Чуваша, как-то не может понять шат, где ему вообще фармить. Он вот фармит снизу, но это вообще не сейф-позиция. В своем лесу тоже нашли... Лес вообще, в принципе, не вариант. Лес для него очень плохо. Хотя вот сейчас становится получше после того, как выпадает Аэрон Талон, может быть, стоит об этом задуматься. Потому что пока не получается играть именно 4 плюс 1. Викинги что-то делают, но пока они что-то делают, у них умирает спектра. Это вообще не то, что должно быть. Перетяжка в смоках от веника, ну, вернее, СТП, летит сюда спиритбрекер, опять профита, не дают ему скастовать ультимейт. Мало людей у викингов, всего лишь втроем, хотя четвертый подтягивается. Это снова шат, у которого нет ульты, он не сможет ничего выдать. Чуваш впитывает себя селари, а тут мясы прокует. Ну, хорошо, какое-то время пожил, лишний импетус не дополучил, но погибает достаточно поздно. И погибают у нас уже два персонажа от Марфа, он хорошо только с руки выдает, имея только одну лишь яшу. Да, очень хорошо раздал с руки, и полтел. Хорошо вот так, видимо, поднаварился на файте, подошел просто Т1 вышку забрать и оказался в плюсе большом. Да, очень не ожидал таймингового Орчада Эмбер Спирит, он пытался до конца разменяться, но в итоге ему в самый последний момент как раз Сало прилетел и Марфа забрал. Да, ситуация действительно напряженная становится, и вот здесь вот как раз-таки мы видим то, что должны были увидеть, как Ашеры реализуются у сильного Марфа, который может быть еще не прям такой вот, сильный, я имею в виду с точки зрения пика силы, но относительно Спектра он поинтереснее смотрится. У них есть профит, у них есть непробиваемый Тимберсо, а у Викингов как-то нечем ответить-то. У них такое ощущение, что основной урон это Энчандрос с Импетусом. Так и есть, потому что Эмбер он как-то на миде не засну болел, и дальше не смог продолжить. Момент истины, могут ли фаники забрать. Да, он просто ушел на чине своем, и больше ничего не случилось. 24 стака. Вот есть веник, который, как правило, раскрывается, когда уже такие массовые файты появляются. То есть, он ничего так вот Соло не может сделать. Ну, плюнет ядом один раз. Вот он плюнул дальше, что теперь Солари подбивает Тарамиса, если только Башу будут прокать, и не дали ему ультануть, сбили ульту. Ну, и Мепошка будет умирать. Все-таки, совместными усилиями вышло это сделать. Ну, Мепошку просто продали, то есть, за него могли попробовать вписаться. Ага, теперь Сайленс, за Сайленс не успеет его забрать, тем более, что Юл Септер уже есть у Эмбера, он снимает с себя этот Сайленс и убегает. Интересно, видимо, он в прошлом файте, у него, по-моему, Юл уже был тогда, видимо, он его потратил до того, как Сайленс получил. Может быть, не ожидал, потому что там моментально залетела куча урона. Ну да, там нам показывали стату, что буквально минуты ранее сожгался этот торчик. Вот сейчас, таков уже много на Тимбере, забрать его будет. О, хорошо, Эмпетов через полкарты летит. Слушай, ну здесь нужно еще один Селари Шаду достаются деньги. А вот и Спирит Весел подъехал. Теперь будет немного легче с ним разбираться. И бум, тут пришел на Деф Тавера, буквально чуть-чуть осталось и хотелось бы добить. И Ксани поможет ему в этом, так что Т1 у нас на Т2 будет разменивать. И толком с этим викинги ничего не сделают, им надо бы как-то придумать спейс для Спит Три, но пока она считается, что лучший вариант это ходить с командой вместе и фармить. Так будет безопаснее. Хорошо, что у них есть веник, потому что я вот все думал о Спирит Веселе, я понимаю, Эмбер Спириту не очень хочется, потому что ему хочется собрать какой-то юл, там бургер, факты. Собраться он мог бы, по идее, но тоже бедноват. Тоже бедноват. А вот как раз-таки веник идеальный герой. Герой, который в принципе собирает все, что угодно. Любит у нас сравнивать этих двух персонажей. Явно крипов не добивает. Бум на фоне своего соперника. Но урона много нанес, учитывая, что профит постоянно там ультует, раздамаживает, постоянно дерется. Эмбер не уступает ему, тоже спейсит очень много. Ага, и Монта уже появляется у Марфа. Хотя вот с такими деньгами он мог бы попытаться какой-нибудь быстрый Зерил выйти и вот именно бертом он душит. Так, Мепошка находит, опять. Ну, Мепошка здесь вот, он как пушечное мясо постоянно, его первым делом находит, но зато он всю позиционку противника вызнает. И сейчас еще ультанул, значит, продолжение какое-то должно быть, но никого рядом нет. Только один вот Тани, который там убежал. Он скорее ультанул, потому что кулдаун не такой большой, ультимейт пока не такой важный. и просто ультанул, чтобы немножко задержать, все равно в таверну отправиться, пока выйдет. Короче, просто ультанул, да. Просто ультанул. Очень сильные артефакты у Тимбера, как вообще его забрали, не представляю, учитывая, что у него есть эссенс ринг, возможно, тогда еще не было. Сейчас будет Грейвзы, эссенс ринг, безумие какое-то. Миллиарды гена, да, и убивать его будет трудновато. Но, если смогут убивать, если через Весола его будет, у него от Весола нет никакой защиты, вот в чем проблема. Ну и, скорее всего, такое не организовывать. Ну что он там может собирать себе? БКБ он не будет собирать, хотя на самом деле против Веника это не сказать, что плохое решение, и против Эмбера тоже. Тут много достаточно магии суммарно. Ну он вот сделал себе хут, и, возможно, он вот Грейвзы, хут вайп, и, да, и после этого Лотус, потому что все-таки Лотусом хочется снимать, потому что Грейвзы имеют такую механику, что они снимают дебаф Весола после того, как захиливают, поэтому все равно недополучаешь какое-то хил. Хотя, конечно... Акцелери, хорошо так и вырубанул на две трети хп, но добить не получается, просто чейн был от Катя. Да, накидка выпадает, интересно, кому отдадут. Венику, наверное. Ну, как-то... Не сказать, что он супер жирный, возможно, стоило бы какому-то братру, мы не знаем, но сейчас посмотрим. Довольно рискованная штука, с учетом того, что здесь не сказать, что кор такие вот серьезные, которые могут пожертвовать армором. Я смотрю с точки зрения урона магического, кому интересно. Селари, минус пошел. Да, все-таки забрали здесь инчу, но она очень нагло играла и довольно-таки легко ее вырезает. 4 тысячи за ашерами, хорошее преимущество, но они пока особо не торопятся, они так. Какие-то вышки забрали, там, в теории, могут аванпост законтролить, но уже не успевают. Вообще, как-то они остановили вот эту свою работу, они довольно активно до того момента навязывали файты, сейчас они перестали это делать и Никс простаивает. То есть у него манта появилась и с тех пор, как она появилась, не было файтов. Но сейчас, я думаю, что они вот идут как раз-таки подраться на вражескую тройку, зацепили вроде как клакверка, клакверка еще и задувает, а мист у него спирит веса, ультанул ми-пошка, зацепил Арамиса, Арамиса может избить, попытаться, Морфлингтон где-то позади. Да, Морф не хочет такую драку встревать так просто. И приходит сюда еще и Шат, а Шат может всех развалить. Это уже минус два саппорта и дальше пойдут за Никсом. На него есть разгон, он перекачивается как может, еще много силы у него в запасе есть и он откачивается обратно. Ему нужна какая-то помощь, он уйдет ли сам своими силами. По идее уходит, но есть еще и байбэк, они хотят драться на развороте. Приходит Фанник, начинает устрашать, Бум получает дэмэдж, но он совершенно не страдает. От этого у него мана маловато осталось. Чуваша избивает тоже. Но Чуваш хорошие батарейки посреди файта поставил, просто разделил эту драку, следующий будет Арамис погибать, очень быстро хотят они тихо пейк, Шат будет умирать. Шат, что ты будешь делать? Шат просто отходит на ноге, но Морфа нет шансов его догнать. Да, что-то Морф пока в этой драке особо не надамажил. Вольдова Фаннику удается забрать, это очень жестко, Пум погибает. Ник, забивать всех. Хорошо, сейчас еще можно стопе добить, и это получается сделать. Это минус 3 в этом файте, и Шат еще каким-то чудом выжил. Ну, драк-то провальный для Ашера, они байбекались, они вообще рассчитывали, БКБшка у профита была свежая, но его там в этой БКБшке развалили. Причем я даже не понял, кто, такое ощущение, что его иллюзии какие-то избили, там он был закрыт. Скульты, возможно, да. Что-то непонятное произошло здесь, и преимущество было 4000, сейчас остается одна, потратили БКБ, потратили байбек, спектра при этом неплохо так приподнялась, где-то на 1000 золота визуально. Ну и отличная драка, великолепное начало было, зацепили клока через спиритбрейкера, тренд поставил свой ультимейт ужасно, в одного бару под бульдозом. Все разбежались. Да, очень хорошо подрались викинги. Вот это тревожный звоночек, потому что если с перифармом, со свежим БКБ так подрались Ашер, что будет дальше? Там довольно долго стягивалась команда, у нее не было позиций, то есть довольно долгое время был просто в одиночестве, где-то вот там Морф, вот видим то, что он единственный, кто денег поднялся от этого файта, и на него теперь вся надежда. Он там, я так понимаю, стремится все-таки к Эзериалу, потому что у него госцептер уже был, и нужно Иглсонг по-быстрому добирать. И с Иглсонгом, и, соответственно, с Эзериалом будет шанс вырубать кого-нибудь из коров по-быстрому, например, Веника, который без эскейпа особо, там нечего делать, ну его начали покусить. Да, потому что... А минус Веник, это минус много проблем. Потому что Никс, казалось, что он не так много дамажит, но на самом деле только он и дамажил, и в этом, видимо, проблема. А Веник нанес 5000 урона. Ну это типичная история, когда ты сидишь в таверне, но зато триплкил сделал. То есть это пассивный тикающий урон с ульты, который ты вроде как не замечаешь, но суммарно за файта очень много тикает. Забирают Рошана Ашер, причем викинги... Такое ощущение, что они все видели, все контролировали, но не смогли подраться и решили, что лучше они отдадут, в этот момент пофармят и с Аегисом будут потом играть. Для них действительно очень важно будет пережить первые драки с Эзериалом Морфа, потому что, конечно, они могут лишиться моментальной инчи, которая много наносит урона. Они могут быстро лишиться веника. Вряд ли один Морф справится. Есть ощущение, что не справится, но если ему кто-то поможет, например, там Профит... Если у Профита немного удачнее сложиться с позицией, с тем, чтобы он не зафокусил в самом начале файта, то он очень много урона способен занести. Тут пока Никса решили зафокусить, у него Аегис, мы об этом помним, он очень быстро его теряет, а он не пытался перекачиваться, так что у него там 1000 хп снести, это не проблема. Он не успел, он вообще ничего не успел нажать. Ему дали ультимейт бары из кустов, и все, и он просто не вышел из тана. Очень классно выбили Аегис. Великолепно, Викинги. Отдали Рошана, но тут же выбивают Аегис, и все, никакого преимущества нет. Ну, хотя бы деньги заработали с этого Рошана, и на том спасибо. Ну, для Ашар, да, безусловно, плюс то, что они заработали деньги, но такое ощущение, что Викингов вот такая вялотекущая дота устраивает, потому что все-таки чем дальше, тем Спектра опаснее. И причем Спектра так вот не сильно отстает от Морфа, если посмотреть, это 1000 золота, уже не имеет значения, такая разница. И она будет достаточно плотной, фокусить ее не сможет никто, кроме, скорее всего, Фуриона, у которого будет еще какой-то минус армор сверху. На Скаде, кстати, это очень сильный артефакт сейчас, потому что она нажмет Хаун, она Фанника будет резать, она будет резать Морфа, от этого вообще никак не спастись, это очень сильное приобретение. 94% эффективности использования Медаса, довольно высокий процент, учитывая так вот в среднем то, что он где-то 89-85, как-то так вот Шат хорошо контролит этот процесс, то есть какие-то лишние копейки не потерял. И, видимо, тут стаками помогают, в общем, пытается отрабатывать свою фарму, и видим то, что пока он держится достойно, то есть дали ему продохнуть и соперники, которые не хотят лезть по Т2-вышке снова без ничего, и вот он на этом наживается. Так что, да, в принципе, викингов такая неторопливая дота устраивает, скорее всего, до следующего Рошана они могут спокойно посидеть, но тут видим то, что Чуваш врывается в Эмбера, и Эмбер, скорее всего, будет добить Никсон, хотя есть шанс отлететь немного подальше на рем... А, нет никаких шансов, просто Сайленс после Юл Септра. Непонятно, что там с ремнантами было, потому что он мог просто нажать одну кнопку, но в итоге не нажал, такое ощущение, что их вообще не было, и это, конечно, серьезно. на карте их не вижу. Да, у него все в хулдауне, и на карте тоже, не понятно, там слева есть какие-то красные точки, но что это за красные точки? Я думаю, что это, да, плакварды. Слишком много для ремнантов. Ну да, это ни одного ремнанта. Ошибка серьезная от Эмбер Спирита, потому что вот так вот, конечно, бесплатно отдаваться, при этом сбивает МКБ чье-то Селари к Сане. МКБ к Сане сбивает Селари, это очень сильно. И забирают две баунтируны. Если Селари сейчас погибнет, для него это не будет. Сане, господи, инвиз, неуязвимость, не получилось ничего сделать, да и тп сбить нечего. Какой красавчик, он бодиблокнул сейчас Клокверка своим големом вот этим не дал никак подойти, ничего сделать. Так, попытка Арамиса запокусить, но Никс, у него и форма была в кулдауне, поэтому не подошел сразу дальше. Можно теперь ворваться, Арамиса добить, добивает, и Никсу достается фраг. Что ж, дальше можно отходить. В принципе, Шадо здесь подцепить уже возможности не будет. Хукшот в кулдауне. Да и в целом, у Шадо слишком много возможностей для эскейпа теперь уже всего ХП. Не особо готовы драться, несмотря на потерю Курьера с МКБ, это как раз тот самый сложный момент, когда появился Эзериал. Его надо как-то пережить. Вот этот именно ближайшие там 5, может быть 10 минут, когда он просто вырубает героев. Да даже сейчас видим спектра. Этот Эзериал плюс адаптив, это минус половина ХП. Да, да, да. Именно об этом и речь, что вот с такой быстрой мантой и с Эзериалом вторым слотом вот эти минуты, пока нет никакой защиты от него, очень критичны. Дальше, когда Эзериал уже не будет вырубать героев вот настолько сильно, не будет снимать, там, не знаю, спиритбрейкеру 9 десятых ХП. Дальше уже будет чуть попроще. Кстати, Веник все-таки действительно взял накидку, но я думаю, это вот именно с целью увеличения мага урона, что сам он типа... Ну и, кстати, маг урон еще неплохо впитывает вот морфап, потому что физика ему... Возможно, знаешь, он все равно помрет, у него тысяча с небольшим ХП, то есть у него есть шанс нажать ульту и умереть, и он нажмет ее, по крайней мере, с большим количеством дэмэджа. Ну да, это нормально, то есть это... То, что он там физически менее плотно становится, это сильно как-то не меняет дело. Действительно, это не решает. 3000 в Викинге выиграют времени, Тоби там вытянул хукшот из клокверка, который залетел в крипа. Да, очень тяжело играть против клока хорошего, против профита, которые постоянно контролят всю карту, но вот вторым номером продолжают играть. На самом деле, одна ошибка сейчас от Викингов может быть... Да, они хорошо, БКБшку заставили прожать, она довольно долгая была, 9-секундная, так что ценно, то, что они ее выбили. Дальше будет полегче играть против такого героя без БКБ. Да, и это они себе сейчас обеспечивают минутку времени относительной безопасности, могут наконец-то забрать вышки. Вышки тяжело забирать, никто Товара не бьет в этом пике. Там Змейки Веника, но это смешно, и Трианта хилит. Но они, тем не менее, справляются с первой линейкой. Но там снова размина Т2 получился. А Шеры, безусловно, играют первым номером практически всю игру, и под жесточайшим давлением находятся Викинги, но мы не первый раз это видим уже по ходу турнира, что Викинги забирают себе вот такую стратегию, которая играет, да, которая может играть вторым номером и при этом выигрывать. Крэгги Коут шикарный артефакт для того же Спирит Брейкера. Он может еще ее сейчас надеть, купить себе какой-то, там, не знаю, плащик вот за 500 монет на защиту от магии. Сколько он сейчас стоит? Ну, неважно, вы поняли, я думаю, который дает с тобой небольшую защиту, и он будет и от магии прочной, и от физики. Да, с кросса-такой Крэгги Коут и бегать в самую гущу файта. Пока, видим, еще и Спайдер Лекс у нас появляется для Ашера, вот все-таки появился Скадос для Шадом. Это сильно, это сейчас очень хороший артефакт. Ну, по поводу Спирит Брейкера, там, может быть, многие возмутятся, мол, как так, не решает, но действительно, он-то, это же суппорт, он же прилетел в драку, он разбежался, он дал ульту, он там особо не ковыряет руками, у него нет особо на это время. У него по жизни просто он и так успеет найти. Так, опять Клокер подставляется, опять его очень быстро разберут. Его легче продать, тут не стоит так воевать, хотя Чуваш пытает хукшот в Бума, пытается Рамис разобрать напоследок, пока чистит с него Астрал как-то, пытается это делать Лотусом, но не получается спасти все равно, размен саппортами случился, дальше Шад продолжает убивать, это уже даблкил, снова минус саппорты, но Шада зажали, нужно ему убегать, на нем есть Сайленс, но его этот Сайленс совершенно не интересует, но Никс пытается с ним в ПВП и начинает его избивать, так неплохо Сайленс обрывается, но Никс очень сильно разваливается, его теперь добьют, его теперь могут добить, Астрал на себя вешает, это пока что не помогает, втроем, четвером его бьют, но все равно ХП хватает с перекачки, и дальше ХП закончилось, все, он перекачался, и дальше жить ему не за счет чего, это минус первая позиция, и тут еще Рамисы-то приберут у нас с байбека, но это не так решает, как забранная первая позиция. Не, ну великолепная игра от Спиритбрейкера, опять, к сожалению, подставляется Клокверк, первым его забирают быстро, Тренд байбекается, ну и Морф, видно. Обратите внимание на закупку команды Викинг против Тимбера и Морфа, на Венике есть Весел, на Эмбере есть Шива и Скаде на Спектре, вообще не регенится невозможно под этими всеми артефактами, это очень классно, что они смогли вот органично своим пиком собрать эти три необходимых артефакта на минус реген. Хочется еще немного все-таки для Спектры добрать, пока чувствуется какая-то небольшая неуверенность по урону. Да, но вот тут у нас как-то далеко очень, сейчас забежало, но Бум, возможно, кого-то приберет с собой за это, но лучше ему уйти в такой ситуации. Вдвоем они зашли далековато, возможно, не думали, что так далеко пойдут за Баунтосами Ашеры при Мертвом Текоре. Ну вот, пошли и по итогу разобрались. Но преимущества отсутствуют теперь у Ашер, то есть все, что они там... О, кстати, Спиритбрейкер берет себе Худ и теперь его будет, ну, просто невозможно пробить. Он взял Крэгги Коут? Я не обратил внимания. Надо посмотреть сейчас. Вот интересно, что Орбл Дистракшн держит у себя Эмбер Спирит. Что тогда там у Шадо? Почему он себе его не взял? У Шадо? Шадо какие-то... Вот знаешь, мне кажется, Шадо как раз нужны какие-то вот статы такие, которые дадут ему всего понемножку. А, да, вот у него классно. У него репейр кит, потому что ему главное не умирать. Вот он не умирает и дальше за счет Дизалейта, за счет своей пассивки он всяко сильнее всего, что здесь есть. Поэтому неплохой вариант. И Тараску делает. Ливер, конечно, но вот, видимо, не выпал. Фурион у нас бегает с Майндбрейкером. Ну и начинается теперь у нас уже, видимо, пропуск второго Рошана от Викинг Джи Джи. Что-то не особо выглядит у нас ситуация, как будто они будут его контестить. Я на самом деле не уверен, что они хотят это делать, потому что теперь у них есть все ультимейты. И на самом деле они могут, и я бы сказал, даже должны как-то выбираться, но вот сейчас они, возможно, не контролят его. Просто не контролят. Ну, инфы нету, но могут подозревать, что если никого не видно на карте, то они на Рошане. Ну, в общем, так или иначе, они его пропустили, а Егис еще один достается Никсу. В прошлый раз он его потерял, не реализовав толком, а теперь может все сложиться иначе, к сожалению. Ну, это очень плохо для Викингов, то, что они допускают вот такую ситуацию. Уж не знаю, насколько это был план, но, по-моему, они просто отдали Рошана ни за что, имея абсолютно все ультимейты, имея абсолютно все, могли подраться, помешать, затянуть. Скади собирает морф. Ну, для морфа Скади, конечно, неплохо, но там нет таких героев, которые вот именно регенятся спектра, но спектра просто, у нее пассивка, она просто жирная. С Тараской она отойдет и все равно на регенит, если ее выпустить из драки, потому что дебаф Скади пройдет. Да, потом может еще какая-нибудь бабочка появиться и вообще будут проблемами после морфа. Это будет очень жестко. На самом деле, морфу, возможно, хочется больше жить на перекачке. Вот последний раз он довольно много времени себе выбил и была бы какая-нибудь хеллпа от живых-то тиммейтов, которых просто развлекал один братрум, то он мог бы и жить, но его никто там не пытался подсевить, поэтому остался он абсолютно один, брошенный всеми. Но вообще сейчас Шад у нас безбайбэчный, вероятно, успеет нафармить байбэк до ближайшей драки. А вот если ее навяжут Ашера и сейчас убит в первую очередь Шада, что не так уж и просто, учитывая его хп, то может совершенно по другому сценарию все пойти. Ашера не сказать, что действительно он сейчас слабее своего соперника, они вот абсолютно на равных дерутся и какая-нибудь мелочь, играет первым номером и если посмотреть на ситуацию, то в случае ошибки Ашер у них еще будут шансы. А если викинги ошибутся, они моментально могут отдать здесь и бараки. Фанника нашли, подмазали немного, подбили еще, Селари там рассказал ему немного. О, Замарфом выехали. Замарфом выехали, который очень далеко ушел, а тиммейт это приблизится успеет к нему вообще. Там рядом где-то клокверк, но он сильно не поможет и Никс минус Аегис и только сейчас подходит команда. Боже, что мы опять вот какой-то Аегис получился в молоко и теперь врывается команда, попытается помочь. Никс задоджил вроде как гель и теперь уже будет избивать с ультимативной способностью кого-нибудь первоплотившись. Он в эмбер это сделал и очень больно по Арамису бьет. Арамис должен разваливаться и теперь у нас будет бум с следующей целью, но Шат начинает рвать лица. Это минус один саппорт, минус Ксани может быть снова первым же номером, но Ксани там прожимает. Вроде как вот колечко живет, но в общем Регенчик у него был, но долго не придержался. Это минус три в размен на одного только саппорт и Никс на ТП ушел отсюда. Это ГГ. Провальная драка. Это по-моему это ГГ, даже не потому, что Ашер что-то не так сделали. По сути это дело, Аегис они конечно отдали опять бесплатно и очень круто, викинги перетянулись, но после Аегиса была полноценная драка, куда перетянулись все Ашеры. Но просто математически ульт Веника, Хаунд Спектры, Эмбер, который включает Флеймгард, его не забрать, Бару не забрать, быстро и легко, да, его как-то там заковыряли, но по сути дела на этом все. Как-то уроны здесь никто не нанес у Ашеры, вот смотри, 3000 это максимум, который есть, то Морт нанес. Ну да. И вроде как бил, бил Ксани в всем этом файсе, но его забрали там достаточно быстро и он успел полторашку нанести. Но при этом он Спектра, который просто видимо спасибо вот только набило и ничего с этим не поделать. Пассивка, Хаунд, Веник. И вот у него только сейчас Тараска появилась, у него не было Тараски файса. Да, Веник нажал одну кнопку, Эмбер Спирит просто жмет опять же на свои фисты и летает его, никак ничего с ним не сделать. Ну и Бара, который бежит через всю драку, невозможно с этим ничего сделать, все разлетаются в разные стороны. Очень хорошо реализует свой драфт. Честно сказать, вот теперь я уже, несмотря на тысячу преимуществ всего за викингами, я уже не особо верю в то, что вот Ашеры реально что-то смогут сделать, за исключением только какой-то нереальной ошибки от викингов. Если просто Шат зайдет максимально далеко и будет стоять, не знаю, минуты две, потому что пинать с Тараской его будут очень долго. Да, у него по 4000 хп, там слишком долго его убивать придется. Причем сейчас действительно он может продолжить свой билд какой-нибудь бабочкой, у него будет больше армора, у него будут еще и миссы сверху, а против миссов нужно еще собираться отдельно. А это все проблема. Веник укрепился, тоже себе вот плоту собрал, но он уже давно, у него уже второй файт, он как, я так понимаю, Аганим себе делает. Аганим сделал уже, он уже летит к нему. Это хорошо, Аганим тоже для него еще плюс урон какой-то будет, желательно, Морфинг будет, скади все пытаться допиливать, очень хочется как-то перекачиваться, позволить себе побольше в ловкость, чтобы больше урона наносить, но он как-то, я не знаю, отдельно своей командой что ли играет? Он один, да. Будь там не 5-ра, 6-ра, учитывая у Аегис, тогда на хайграунде противника, то может там, конечно, бы файт немного иначе пошел, но спектру они даже близко не пробили за все это время. Сейчас Тимбер входит в стан врага, Морф тоже, кстати говоря, Морфа нашли, так аккуратненько смотрят на него. Тут Вижен есть у Викингов, поэтому они знают, что тут только двое, и за спином у них, если кто-то есть, то очень далеко, и могли бы драку и навязать. Но там, видимо, Братрум где-то своими делами занимался, и поэтому не смог разгон дать. Ну, они тоже выбирают позицию, понимают, что не нужно сейчас как-то, вот Сатаник берет профит. Неплохо с точки зрения статуса резистанса, с точки зрения хила очень плохо, потому что даже, несмотря на бешеные проценты Сатаника и бешеный урон профита, отрегениваться он будет значительно хуже из-за кучи аур Ген Удайер. А что у него помимо Сатаника и Орчады есть вообще? МКБ и БКБ. Ну, нормальный такой убилок. Ну, БКБ, там мы видели то, что как-то плевали на него соперники, то есть это сильно ничего не меняло от МКБ. Хотелось бы с ним побольше тычек успевать делать, чем он делает на данный момент. Ультвеника просто лежит на этом блокинг-баре, блокинг-бар заканчивает, и ультвеника так. Пошел Хаунд, снизу кого-то убивают. Кто это был? Саппорт был, и второго сейчас приберут. Это теперь уже будет Коркс. Ани попался, пытается сделать тэп-аут с БКБ, но не получается. Кстати, на самом деле не помешал бы в такой ситуации какой-нибудь супер-башер, наверное, но... А делай то. Да, с утра будет. Ну, это еще больше жирности за счет вот этого вшитого вангварда, и плюс еще... Через, да, БКБ контроль в любом случае. Потому что Барри не повезло с одного удара, он башни вылетел, при этом он был под Саленсом. Ну, ничего страшного, потому что забрали Т2. Ну, он не был пытаться, в принципе, у него была ульта. Ну, он под Саленсом был. А, он под Саленсом был. Да, его профит за Саленс сел. Грамотный. Собственно, забирают вышку, забирают клока, и мы видим, как уже викинги начинают вот свободно перемещаться по карте. Все лучше и лучше. Иллюзианис Кейп, шикарный артефакт, но вряд ли он поможет. Лампа тем временем для викингов это очень хорошо против такого драфта. Иллюзианис тоже очень хорошо может помочь. Лампу, я так думаю, что могут попытаться отдать как раз-таки венику, чтобы больше жил, например. Ну, кому там еще эта хп-чищение помогает? НЧ, наверное. Но НЧ, вот не знаю, на самом деле, трудно ее импакт оценить. Она вроде как там что-то настреливает, и ей даже многое не нужно для того, чтобы быть импактовой, там, достаточно 4-го левела импетуса и все. Мне просто кажется, что венику и так норм. Вот с тем, что есть, он полностью доволен. Да, мне кажется, он какой-нибудь иллюзианисчик может себе позволить собрать, в принципе, и при тех же обстоятельствах жить. Вот интересно, для Дайер. А для Дайер это совершенно... Суперпус для спектры. Да, это совершенно другой артефакт, потому что, конечно, гораздо лучше релик выпадает. Вот теперь даже не знаю, что захочет больше Веномансер. Ну, я бы релик брала на его месте. Все-таки релик или все-таки отдать его Эмберу. Ну, хорошие артефакты. Хевлхаммер, скорее всего, себе Тимбер заберет и спелл призм. Вот это тяжелее. Да, как-то нет синергии в пике Ашер. То есть, если посмотреть на левый и на правый драфт, все происходит, просто какая-то драка. Но справа пик, который очень хорошо переживает эту драку. Им комфортно, что веник по всем ультует, спектра всех бьет, а слева нет какой-то синергии. Блинк себе купил веник, причем. Нормально. Ну, тут просто врываться. Да, у него уже есть все. Ему просто нужно ворваться. Клокверк влетает. Что? Кого фокусить? Тимбер сам по себе. Тренд его ульта уже никого не удивляет. Морф один дерется, профит даже в БКБшке разваливается. Как-то вот нет взаимодействия героев, какой-то комбинации, которая могла бы позволить перевернуть. Хотя против спектра и комбинации очень тяжело реализуемы. Викинги сейчас нажали смок, и если повезет, то может быть драка за Рошана, даже если там маленький таймер и дополнительный проб нет. Нашли, а не саппорта снова. Несчастный Клокверк в очередной раз умрет. Рамис пытается подойти, но ему Коги мешают. Ну, тут, в принципе, проблемы никогда никакой не составляют Чуваш. Ну, он все пытается себе Аганим вывести. Полезная штука, конечно, Клокверка, но с учетом его Нетворца это будет бесконечно долго длиться. Да, он... Ну, хотя он уже почти зафармил. Не то, чтобы этот Аганим прям сильно перевернет. Ну, если бы это была бы тройка, тогда бы переворачивал. Но это саппорта, так что там... Если он не умрет в самом начале, на том спасибо. А он, наоборот, умирает. Вот действительно, первым уже номером будет. Да, пошел разгон. Куда-то... По морфу, по морфу. Может, там довольно далеко было. Интересно, что на нем не висит вот этого разгона. А, нет, Поксаник, Поксаник. Просто они в линию выстроились. Шива на буме. Вот еще хотел отметить, насколько хороший этот выбор против как раз-таки вот этих лесных героев, которые постоянно прячутся. Искать их. Ты юзаешь смог, да, ты находишь... С тебя спадает смог, ты нажимаешь Шиву, ты все видишь. Очень приятно. Сороковая минута. Баунти руны. Видимо, в этот раз четыре или три будет за Дайер. Уже тотальный контроль. Два аванпоста также за ними. Вот как викинги за сорок минут эту игру... А, нет, кстати, здесь одно урона все-таки отдали. И две отдали. На самом деле, в любом случае, Спектра сейчас начинает максимально раскрываться, так что видим то, что импакт от нее идет. Целари пока что у нас умирает потихоньку, Арашанта будет уже совсем скоро и хотелось бы видеть эту... Да, она там умрет, но она байбекается обратно. Шат зато приходит со своим ультимейтом. Тоби успел ультануть, очень много урона проходит и Фанник начинает страдать. Никс тоже потерял больше половины хп еще и ульту получает Аторамиса, поэтому здесь его могут но скорее всего придется Рошана отдать. А это уже третий Рошан, там Аганим или Рефрешер, что там лежит? Не знаю, что там лежит, мне кажется, это даже не имеет большой какой-то... Ценности. Ценности, да, потому что тут, ну, Викинги с каждой... Да нет, знаешь, Аганимчик для Бума это будет очень бодренько. Безусловно, я к тому, что и без Аганима, и без Рефрешера здесь уже Викинги настолько сильны. Ну, видно, что, да, Инча загуляла, но все остальные герои, там веник просто залетел, кнопку нажал, спектр нажал. Она не успела дойти до файта, видим, 0 дэмэджа от нее. Да, это просто как стенка на стенку, только у одних суперлегкий вес, а у других супертяжелый. Тяжеловесно продали. Ну, смотри на него, 5000 хп, видимо, там около 5, судя по тому, что там вот у него появляется. 5200 хп. Да, 5200. И вот он сырочек взял, он даже не стал... Вот, кстати, для него Рефрешер, так что будет случай, чего 2 ультимейта, 2 хаунта, ну, или он сейчас ультанет, если понадобится. Это жесть. 2 хаунта... И убить его невозможно, и урона от него просто миллиард, всего пассивок просто, которые работают от этого жира, и мы видим то, что бум, мипошку может найти. Нашел, нашел, смотри, что поставил, сам для себя все обслужил, и вот заканчивается здесь история мипошки, который еще и без байбека не откатился он, и чего у него. Да, конечно, насколько вот именно уверенно... Ну, где надо писать, что с ней сделать, все с этой тройной? Ну, попробует еще подраться, просто насколько уверенно так вот прижавшись, играя тотально вторым номером, отдали двух Рошанов, вообще просто даже не дернулись, но насколько сильно они выглядят сейчас. Вот это понимание того, что нам не нужно дергаться, мы лучше 20 минут еще поиграем вторым номером, чем... Причем у Спитры все супер печально было, но решили у нас Ашер-Авантюру устроить, они решили Т3-вышку побить, но половину вышку, кстати, снесли. Ой, Ксане не уйдет уже, там Эббестол. Тут он может даже не пытаться ПКБ прожимать, но у него байбек есть? Хилл под Сатаником просто смешной, он буквально не захиливался. Как будто там была маска, а не Сатаник целый. И дальше у нас есть ультимативный от Шадо, просто перетягивается на вражескую Т3, сразу же возвращается туда, где Долзу был находиться, и Никса будут убивать. Но пока что форме Эмбера, но это совершенно никак не помогает, БКБшка тоже не помогает, очень много урона по нему, но он успел отойти, но теперь он без БКБ в файте рискует остаться. Да и Фаник тоже удар не держит, слишком много от Сатаник здесь. Видим противности, еще и Башка сработал, и этот Башка бы и погубил. Ну, могут выкупиться еще раз и подраться Фитером под Мепошку, но в целом здесь что могут сделать? Сторону забрать, разве что викинги. Вряд ли они на вторую пойдут. Ну, викинги потихоньку поковыряют, может быть, Т3 заберут. Да надо забирать, потому что тренд здесь, так что надо пока не заберут, точно не уходить. Забавный момент с спиритбрекером, как я понял, он просто побежал наверх за Морфом, и ничего не делая, прибежал за ним вниз, не перенацеливаясь даже, потому что Морф улетала сверху вниз. Ну, такая игра за спиритбрекером классическая, ты просто носишься за каким-то кором. Байбэк профита, пытаются что-то изменить, но там все еще Аегис, там Шард, спектр вообще непробиваемый, абсолютно. Решили вчетвером подраться, если сейчас кто-то фиданин типа Никса, то, к сожалению, паник уже и не пригодится тогда. Шард пока бьет рейнджевой барак, ни в чем сегодня отказывает, на него все наплевали, он на всех наплевал, Баттер Протекшн на секунду успел включиться, но Крепы уже подошли, так что в целом можно идти на вторую сторону. Ксани далеко пошел, далеко пошел, Чуваш ворвался, Тоби можно вырезать из этого файта, но он уже успел ультануть, так что, в принципе, с него уже нечего брать, и Шард избивает лицо Ксани. Это минус Ксани на 120 секунд, и Никс будет следующий, и тоже фаник даже не успевает толком подойти в этот файт, как его Кор погибнет. Ну и фаник, видимо, здесь остается один, как топлив на прыщих, и все, тут для него тоже, в принципе, жизнь заканчивается. Но Никс вроде как успел отойти, так что еще немного на базе посидит, но нет, нет, буквально в шаге от фонтана его забирают снова Шард, и Шард тут никого уже не щадит. Шард рофтит уже, это, конечно, тотальное превосходство здесь, бедные Ашеры пытаются отбиваться, но у них нет никаких шансов, слишком все, такой пик справа и слева, слишком все как-то бескомбинационно, просто дерутся, но правые ребята просто выигрывают, опять же, чистая математика. Причем начало для них было совершенно безнадежно, но не то, что безнадежно, было очень плохо все, ну, в спектре, было как-то у Эмбера тоже все неспокойно, и им было нечем отыгрываться, но они просто как-то вот пересидели момент, вот минут 20, наверное, времени, и все стало замечательно. Большое мастерство, да, большое мастерство, вот так вот играть вторым номером, но не проигрывать, там, 10-20 тысяч, просто где-то что-то подфармливать свое, какие-то драки навязывать, чтобы вернуться, и постепенно, постепенно, там, первую драку проиграли, вторую уже на равных, третью выиграли, ну, а дальше, вот последние 3-4 драки, это просто избиение. Это салат был, да, просто какой-то. А Егис и ССР ничего не помогало. Ну, и Никс, он вообще никакого урона уже не мог нанести против этой спектре, он совершенно не сработал, хотя Нетворс у них большее время был какой-то, ну, более-менее равный большую часть времени у этой игры. Ну, пускай наша студия аналитики пока поговорит про эту игру, и что там будет дальше, посмотрим. Да, я напомню вам, друзья, что более подробную статистику матча вы можете найти когда мы смотрели эту катку, можно было понаблюдать, что в пике у Hellraiser есть два персонажа, которые скелятся от одного и того же, именно Timber, Миссис, Морфом, они оба типа живут за счет регенерации, один за счет перекачки, ну, соответственно, получая доп. хп, другой за счет, соответственно, регенерации с пассивки, и они обе нерфятся очень плотно теми артефактами, которые сейчас имеются в доте, которые поменяли, да, это Шивы, это Скади, вот, и Весел, который всегда это делал, вот, и получается то, что если ты собираешь три артефакта, то ты нерфишь двух героев противника в салат. Я скажу только одно, по-моему, они математики, плотные, крутые математики смогли сделать это красиво и хорошо. Да? Да. Все, тогда... Молодец, собственно. Не зря мы с ним столько времени проводим, наконец-то дельные мысли пришли. Я там, что почему нам не пришли во время драфта. У меня только один вопрос, почему они нам не пришли во время драфта? Типа, ведь и правда же одни и те же точнее, два героя контракт с одними и теми же шмотками. Не, ну, ко мне эти мысли пришли, и, естественно, поэтому я не говорил, что все легчайше для Ашера. Да, но ты же мог бы сообщить, что это прикольное наблюдение с твоей стороны было бы. Просто пик с Тимбером, он подразумевает, что команда с Тимбером обязана додавить. Команда с Тимбером обязательно обязана тампонуть, потому что там придет состояние Тимбер против Спектрин. Естественно, Ашере нужно сноуболить с Фурионом и с Тимбером, потому что если разотянется, то Фурионом просто в один момент выходит из игры, как только на него прыгает Спектр. Ну и Тимбер, он рано или поздно будет законтран всеми этими артефактами, потому что обычно, когда Тимбер есть в игре, все эти артефакты выкупаются, плюс они сами по себе дают довольно-таки неплохие статы, следовательно, здесь Ашеры недодавили. Здесь Ашеры были обязаны давить, им нужно было выигрывать замес рано, но там было довольно-таки много смертей, вот особенно соло-смерти от Тимбера, за счет чего викинги смогли комбатнуть с угром. Ну да, взять этот драку, Недверс, Морфа, Фуриона максимально высоко, Тимбер неплохо себя чувствует, и поделили фарм по карте, и форманули свои, вроде как слоты, но была проблема именно с приемом драк, в том плане, что как-то не удавалось по фокусу выкинуть нужных персонажей. Вырывается Спектра с Эмберспиритом, и каждый драк, Майл Шторан прямо отчеканивает, умирают саппорты, умирают саппорты, и умирают саппорты, и дальше драк 3 в 5. Не очень хорошо, в ответочку, Морф там Пауэрдрак пытался разменяться, там то и ничего убьет, то даже ее не убьет, и в итоге не хватало именно какого-то, ну видимо, не заеба, я не знаю, типа того. Ну вот, файт, например, один из решающих, по факту, который ознаменовал камбэк, они нашли здесь Клака первым, уничтожили его, у Клака нет Байбэка, они сейчас убьют Спирит Брейкера, он Байбэкнется, вернется сразу в драку. Да, уже 4 в 5, умирает тренд, вот, стандартный файт, ты убил саппорта, потерял двух, 3 в 5. А дальше, что творится? Следующий хайлайт будет, Димон, 3 в 5. Да, 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 значит, зачем сейчас вот Морф пошел там в соло, то есть он видит то, что его команда в данный момент отъезжает, короче, ну то есть она на краполях, пытается выжить, хоть немножко уйти там в сторону воды, он же в свою очередь дает твою форму сначала на хг, а потом понимает, что он оказался в соло. Ну давай так, ему тяжело было бы уйти в любом случае от спектре, спиритбрекера и спиритбрекера? Не, 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 я думаю, что у него был выбор, потому что он прожал бы КБ и полетел в спектру, то есть если бы он прожал бы КБ и улетел от спектры и вообще ушел бы в сторону базы своей собственной... Я понял твою мысль, потому что уйти он не мог, а так он как математич посчитал, что его убьет, не убил, не хватило. Не математич. Возможно, стоило попробовать не фокусить, допустим, спектру, попробовать убить Эмберспирита первым. Собрать какой-то слот, который позволяет убивать Эмберспирита. Эбисол, Хекс, Орчет какой-нибудь, то есть что-то такое, намутить, родуфатас, любой слот, который как-то его будет цеплять, как-то будет его помогать убивать. Всего этого, ну не то, чтобы у них в комментарии наличествовало. То есть не было одного, второго, третьего, четвертого. Здесь чем? Эмберфри, просто бегает, летает, еще потом вроде бы КБшку собрал. Спектра, очевидно, Хаун нажал, по всем попрыгала и просто не хватало. А в выпуске Твеника, опять же, не было хорошего, долгого стана, чтобы он умер до рассказа. Ну вообще, ощущение на самом деле, что спека плюс бара является каким-то очень крутым оружием по позиционке. Ну да, если так придумать, что, допустим, Фуреона, они любят занимать позиционочку, допустим, кого-то без сурки, потому что, по сути, Морта и Тимбер, они всегда взлетаются с волны. Здесь вот, ну, они либо вырезают Фуреона, либо убивают двух саппортов. То есть, в любом случае, очень сложно себя позиционировать так, чтобы никто не погиб, потому что барыч бегает слишком быстро, и, соответственно, как только спектр рубает ультимейт, это уже 100% минус 1, а кто уже там, на кого баррик ворвется. Да, то есть, возможно, вместо этого самого Трента стоило сделать как верко-пятерку, взять какого-то шейкера, чтобы был вот этот вот самый стан. Крепкий, мощный, и ты жахаешь ультимейт. Это что-то такое. Думал, что они, наверное, ожидали в контур-инициацию работы клока просто. Но видишь, я не знаю просто, как вообще играть клоком такую катку, когда слишком много всего на карте, да, ты не можешь сонять нормальную позиционку, потому что тебя либо фокусы сразу убивают, либо ты ищешь какой-то угол, потому что тебе, как клоку, нужен угол. Ты не можешь увидеть угол, потому что перед тобой иллюзия спектры, спиритбрейкер что-то влетает, всякое, да все. Клокверки смиряются с тем, что они в любой ситуации умрут, и Корр, скорее всего, убежит, поэтому они довольствуются тем, что они просто ворвутся, дадут Коги и умрут, ну, лишь бы кого-то убили. Потому что ситуация тут на любом случае безвыходная, спектру Эмбера было очень сложно поймать. Ну, в один момент там у Френа получалось лейт Эмбера, потому что он собрал Сайленс, да, это хорошо, но вот этот дорогой Сайленс, он частично контуется иулом на Эмбере, который собирается слишком быстро, поэтому как только и у Эмбера появился, а потом еще и БКБ, там, естественно, уже Френа как-то дерется с этим Эмбером, но безрезультатно. Ну, поэтому и нужен какой-нибудь 5G Хекс, какой-нибудь 5G... Ну, самое забавное, Саня собрал Сатаник, ну, понятное дело, что это статус Резистанс, но я имею в виду, он не очень работает. Ну, когда спиртбрекер въезжает с ульта и туда просто прыгает спектра Эмбера моментально. Я тебе добавляю туда просто еще сверху Шиву, сверху добавляют Весел, сверху говорят «Здорово, чувак, это Скадия». Ты такой «Ну ладно, и что я хилю?» но статус Резистанс все равно есть. статус Резистанс это топ. Опять же, мое мнение, здесь нужно было бахнуть Хекс, и вот опять же, ракеты Флакверка подсветили, ворвались под ракетом из леса. Хекс залетает, фокусную герою. Скорее всего, опция рабочая. Всего этого, опять же, не было, противника, суммарно получили, что Руба разогнался, вот финальная драка, заморфом вверх, он делает ТП вниз, просто на 180 поехал в Дежавю, подцепил, убил, и вот очень не хватает им вижен, вот этого макро-передвижения. Фурион вроде как бы старт делал хороший. У них вообще, в принципе, все линии нормально были. Оставил центр, ультонут, все хорошо сделано, опять же, в какой-то времени просто не хватило макро-передвижений возможности цеплять, и не смогли закрыть, хотя забрали с мидасиком на базе, такой, просто считает, деньги считает. Так, Рейденс, так, купил еще слот, еще слот, и вроде уже нормально. Да, именно так. Ну что ж, давайте отойдем на небольшую паузу, опять же, в ожидании второй карты последнего БО-3 сегодняшнего дня, и вполне вероятно, через одну карту мы узнаем, кто у нас будет второй командой, которая выйдет из квалификации в Immortal Division.